так ассаламу алейкам ассаламу алейкам курмета казахстан все мои друзья кто смотрит мой канал вот я сижу значит возле резиденции нашего блай хана это значит скульптура памятник нашему доблестному хану блай хану которого кстати я в тот раз вам рассказывал что почему его любил кеннисар хан почему был и любил его кеннисар хан потому что он был его любимцем облай хан облай хан был любимцем кеннисары хана а я вам всегда говорил что облай хана флаг его значит символ это был всегда волк понимаете и поэтому я уверен что вчера когда одна женщина я смотрел видео нашла говорит в пещере кеннисары хана клык волка и все наши значит советские ученые никак не могут понять что это за предмет понимаете я думаю что кеннисары хан носил этот клык волк у себя на шее потому что волк был символом облай хана понимаете у него на знамени был волк и поэтому я уверен если он был любимцем кеннисары хана то у кеннисары хана тоже был волк но волк мы знаем все в советское время все его опустили ниже плинтуса сделали из него ну погоди и в таком духе значит но сегодня я хочу вам рассказать не об этом я сегодня хочу рассказать вам о том что как образовался вот это вот город петропавловск город петропавловск то есть по легенде который существует у нас у казахов значит у казахов живет эта легенда понимать то есть легенда говорит о том что два русских мужика два брата петр и павел петр и павел значит пришли к облай хану в ставку но у нее тогда ставка была не здесь а была где аулия коль знаете где боровое я уликоль сейчас ее называют боровой мы тоже вот кеннисары общественное объединение вот наша до кеннисары сарбаздара мы предлагаем переименовать боровое то есть озеро переименовать аулик не переименовать а вернуть ее историческое название понимать но дело не в этом давайте продолжим легенду значит приехала приехали они туда значит его ставка облай хана была там приехали к нему и привезли значит воловью шкуру то шкуру быка огромную шкуру быка значит привезли и просят падают значит на колени целую значит сапоги значит облай хану и говорят дай нам столько земли вот как вот эта вот шкура значит размером облай хан естественно посмеялся вы представляете какие у него территории да и сколько у них земли а эти два значит брата петр и павел просят у него там земли там с воловью шкуру с бычью шкуру представляет но здоровых правда но все равно и он конечно посмеялся от души похохотал и сказал говорит своим ну керам говорит а где ты хочешь эту землю получить а те говорят вот как раз вот здесь вот на берегу значит ишима именно там где по после этого построили они крепость петра павел да там он попросили они значит этой земли ну облай хан конечно посмеялся вдоволь насмеялся и сказал дайте ему дайте говорит этим все-таки соседи же хоть и русские но они наши соседи по закону шариат мы соседи всегда уважаем понимать и он также уважил и горит ладно дайте а эти хитрые значит петр и полчоне делает они берут эту воловью шкуру да и на тоненькие тоненькие нитки насколько можно его значит нарезать на самый тонкий нитку сделали да и получилось у них огромный значит веревка аркан понимаете и они замерили пошли сюда приехали и сказали облай хан нам дал все воловью шкуру земли сколько мы здесь его и взяли вот так его нарезали на тонкие значит это ниточку да и отмерили себе там там огромный значит ласку но как огромный но по их не меркам понимать и там они значит пошел потом вот они эти два брата там поселили значит там они занимались рыбалкой там же ишим рыбу ловить и вот с тех пор это конечно легенда и эта легенда живет у нас у казахов но я знаю что любой легенде есть все равно что-то чего вот как сказать что-то достоверное понимаете в каждой легенде есть вот так вот друзья мои значит вот такая вот живет легенда до сих пор эти места значит да в свое время это были места от рай то есть есть рот от рай вот где петропавловс находится это земли были от рая то здесь был хан такой давлет кельдеев и это вот его были земли здесь его были зимние пастбища значит здесь он по здесь значит диких лошадей свои и вот такая вот значит история хотел вам рассказать такую легенду в общем пишите комментарии ставьте лайки что вы думаете об этом распространяйте мое видео подписывайтесь на мой канал я впереди вам еще очень много таких красивых легенд таких сказаний про историю казахстана про наши вот земли про походы кенесары хана которые коммунисты замалчивали я вам буду все это рассказывать с вами был ярко ли с уважением ассаламу алейкум рахметуллаги ва баракатух